Когда мы это уже сделаем, они уже будут знать, куда мы наводимся, чтобы учиться. Такой интересный вопрос, не вопрос, а история. У меня друг учился до третьего курса. Третий курс он закончился, когда поступал, сдал, приехал в Турцию. Поступал в медицинский университет, продолжал в следующий круг на курсы. Что это означает? Значит, Турция посмотрела его оценки, посмотрела, какой предмет он учил, посмотрела, сколько часов он учил. Он первый и третий курс, ну, первый и по третьему курсу он подтвердил и разрешил ему продолжаться в следующий курс. Но он сам лично такие много документов он собрал, вы даже себе не представите. Если мы это уже собрем, это все будет готово. Просто вам нужно будет забрать и будет так, можно будет показать. И у них будет, у вас данные, у них будет в своем конкурсе. Не надо все это движение таскать от одного места на другом. Понимаете, понимаете? Понимаете? Да. И все это дело, когда мы пригласим сюда студента, да, мы должны все это делать официально. Не так, как экскурсия, потому что экскурсия – это не официально. Все надо делать по-другому, все надо делать в другие части, которые не общие. То есть, вы мой ребят очень любите классический, я вообще не любил, не любил, не любил. Фонд дает различных студентам одной и позже цель. Что это? Сайт. Они платили за это, они организовали за это, они взяли себе ответственный сайт, чтобы вы использовали этот сайт, чтобы вы накладывали свои информации на своем языке сюда. И подключали этот сайт к форуму, как я вам рассказывал, чтобы там было тоже много информации на вашем языке. Чтобы когда новые люди поступали, чтобы они не попали одно и то же в этой ошибке. Мы поднимем сколько мы сможем этот проект. И следующее, что придет, они просто возьмут наш план и продолжают. Если мы не даже тянем до того времени, как мы закончим этот университет, кто придет после нас, мы, например, закончили. Приехали со своих стран, найдем работу. Мы подтвердили как-то наш пикнов, мы хотим работать на государственных больницах. Кто-то хочет на приватных больницах, хочет работать. Но они же собеседование берут, посмотрят, какой университет вы закончили. Но тогда вам придется доказать, что этот университет действительно подтвержден в мире. Понимаете? То есть, если они поиграть жду, этот университет не подтвержден нигде, этот университет не презентабельнее, как должна быть она. Тогда они просто вам говорят. Поэтому этот фонд дает недолго сайт, это дает вам и международные конференции тоже. То есть, что это значит? Ну, то есть, как ехать сюда, мы будем тоже ехать туда. И мы будем... Кто, сколько из вас видел профессора из других стран по поводу медицины? Конференции вы видели? Медицинский конференц. А, один? Хуча? Проблема. Ладно. Хорошо. Это уже считается международным, да? Это будет раз и шейф, шейф, и международным получается. Не, я вижу, что часто мы не видим именно в медицинской сфере какой-то профессор. Правильно? Нет. Мы можем пригласить им сюда, чтобы они нам дали такую возможность сделать конференц для нас. Понимаете? Я лично очень хочу видеть вот какой-то пример, вот какой-то профессор в нашем университете. Чтобы хотя бы один из вопросов мы решили голове. Вы согласны? Согласен. По пребыванию иностранных граждан в Украине. И у нас вы сможете получить любую, как сказал, карту, где есть в Украине. Что? И у нас постоянно действующий штат. Если у вас в одних проблемах по студенчеству, вы есть членом этой ассоциации, вы можете в присутствии того человека, который вас остановил, да? И сказал, что дайте мне паспорт, я студенческий я не признаю. Вы набираете номер нашего офиса. И уже наши специалисты на уровне нашего законодательства говорят с тем человеком. Я вас уверяю, что после разговора с нами он от вас и станет. Это раз. Второй. Вы можете сказать, что если вы думаете, что у меня поддельные документы, вы можете, а, позвонить в такой организации, членов, которые у меня есть. Второй. Позвонить в университет и спросить, есть ли такой студент. И согласно законодательству, мы можем вам, когда вы уже будете работать в этих группах, о которых говорил Факу, у вас будет подбор вопросов жизненных, которые возникнули не только по студенчеству. Наши юристы подготовят вам конкретные стандартные ответы на стандартные ситуации и проблемы, которые возникают. Это первое, по студенческим, второе, может быть, там и с продолжением пребывания для Украины и так далее. Может быть, есть вот такие вопросы, на которые мы дадим вам исчерпывающие обметы и будет контактный телефон для того, чтобы можно было еще более финтально, если вы видите такая ситуация, как вам судироваться. Они почему над вами так избываются, буквально, в слове, потому что они, к сожалению, у нас корруппированные где-то в таком моменте администрации. И, может быть, понимая, они защищены с вами, они так себя ведут. Но у нас, я вам скажу, да, что вы видите, я права, не знаю, не разумеет. Я могу в суд прийти с водительскими правами, где есть паспорт. Я вас в суд, я не могу звонить, я позвонил даганату, к этому поверили, а я не хочу с вами позвонить, я не могу с вами позвонить. Я очень думаю, что на самом деле главным планом, потому что Ассоциация имеет связь с государством. Абсолютно. Если могут быть, только в законе, что это судебно, я беру вопросы государственного государства. Я думаю сейчас, я думаю, что разговариваю, если нет такого чёткого, прописанного, что в этом деле каждый день находиться сам. Но это уже вопрос в нашем мире. Но если такого нет, не только по паспорту, а может быть по других проблемам. Мы можем, как общественная организация, выйти на Верховный Совет и тех депутатов, с которыми мы работаем, и сказать, чтобы они сделали изменения в законодательстве. Это не такой простой путь, но это один из путей решения проблем иностранцев в Украине. Украина сейчас очень заинтересована в том, чтобы иностранные студенты приезжали обучаться в наших высших учебных заведениях. И если есть приоритет этот в Украине, значит, мы все не услышали через общественную организацию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...